Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, продолжим искать истину, потому что то, что мы, чем занимаемся, это, в общем-то, поиски, да. В мире насчитывается 300 различных религий, в мире насчитывается около 10 тысяч различных сект, и последователи всех их утверждают, что именно они, их направление истина, а все остальные ложные. Вот как человеку бедному тут разобраться? Каждому хочется найти формулу, которая даст возможность постичь Бога. Этим тоже мы стараемся заниматься. Есть проблема, даже если человек не думает идти указанным путем, ему вообще очень комфортно знать, что такой путь есть, что есть Бог, достижимый, познаваемый, создатель миров, достаточно безопасный. Ну, вот такой вот, знаете, вот сидит, тут можно договорить, иногда бьет по голове, иногда, ну, все-таки вот тут, вот он, вот он, возле меня, да. Но такого Бога нету, и в этом ошибка 99% тех, кто так рассуждают. Бог Тора нам написала. Что Тора написала? Бог себя определил, он сказал, я буду всем, чем я буду. Вот и все его определение. Я буду тем, тем буду. Он бесконечное становление безграничного бытия. Нет метода, позволяющего обрести Бога, потому что он уже твой. Ты уже имеешь то, что повсюду ищешь. Не нужно соединение, две кусты, которые все хотят, да, соединение с Богом, потому что это единство никогда не исчезало. Все это, он, вот он, он везде, его нельзя найти, вот нельзя найти направление, потому что он везде. Поэтому еще провидец излюбленный сказал, пути к Богу разнообразные, многочисленные, как люди. Если ты ученик, учись, верующий, молись, аскет, постись, жизнелюбец, ликуй его славу жизни. То есть, движения разные. Люди приходят в мир, что вообще люди ищут? Они хотят совершенными стать. Человек приходит в этот мир, чтобы справиться, стать совершенным, изменить свою душу. Скажите, а люди ходят по улицам, занимаются совершенством? Конечно, нет. Спроси у любого человека, ты хочешь быть счастливым? Он скажет, да. Скажет, ты хочешь быть совершенным? Такое дело. Но, и даже счастливые, кстати, тоже, зайдите в больницу и спросите, что такое счастье. И они вам скажут, зайдите на биржу, спросите у игроков биржи, что счастье. Они вам ответят, зайдите и так далее, и так далее. Понимаете, нет единого определения. Во всем, во всем, во всем. Религия призывает к смирению, да? Но смирение, это тоже непонятная вещь, например. Это не самоуничижение. Это лучше всего сформулировано, это было мудрецами. Смирение не в том, чтобы думать о себе. Я человек маленький. А в том, чтобы вообще поменьше о себе думать. Подлинное смирение написано, это когда ты перестаешь якать. Неподдельно смиренный человек, он печется о других людях, о принципах. Меньше всего о себе. Так что, знаете, к одному человеку сказали, человек относится к Богу так серьезно, что никогда не испытывал потребности относиться серьезно к себе. Вот великий принцип. Еще Раби Иханан сказал, всякий раз, когда ты находишь в Писании упоминание о могуществе Бога, там же ты найдешь упоминание о его смирении. То есть, понимаете, это важно. Мы все занимаемся правильными вещами, но видим их неправильно. Видели неправильно, понимаете. Поэтому в Биатлаха, вот это, на основе вот сцен жизни Маше, нам рассказывается, что к смирению, к сожалению, приходят после сильнейшего психологического кризиса. Только после того, как Маше испытал нервный срыв, взмолился, чтобы дали ему умереть уже, мы слышим слова человека, а этот человек, Маше, был самым смиренным из людей. Страдания, для чего они существуют в этом мире? Они ломают вот этот кокон нашего «я» и втолковывают нам, что главное не забота о себе, а совсем другое. Авраам Линкольн был такой, великий Авраам Линкольн, да, страдавший депрессией, вышел из кризиса гражданской войны, с чувством, что его жизнь управляется божественным промыслом, он стал орудием и так далее. Тора предлагает нам, она объясняет, что впав в отчаяние, не оставаясь здесь один. Бог берет на себя роль утешающего в отношении Маше, но Бог спасал Маше. Это Бог говорил Маше, когда он попал в пучину отчаяния, он ему говорил, что я, 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 я спасу тебя там и так далее. Бог сказал, что скоро будет много мяса, сборка и так далее. То есть первое, что мы услышали, не оставайтесь один, когда у вас какая-то проблема. Не надо. Поэтому, еще раз, иудаизм отличается от всех религий одним. Иудаизм это вера для тех, кто намерен как-то изменить мир. В истории религии это обычно необычное явление. Почти все, что они учат, все религии учат принимать мир таким, как он есть. А иудаизм протестует против мира, такой, как он есть. Протестует во имя самого же мира. Быть евреем написано, значит стремиться что-то изменить. Менять лучше себя, людей, мир и так далее. Поэтому, а люди не любят перемены. Люди не любят. Поэтому жизнь Маше, Давида, Илья, Гурмияга была очень тяжелая. Мы как угорелые носимся, стараемся справиться со своими проблемами самостоятельно. В то время как от нас требуется только одно. Поднять духовную трубку, набрать номер телефона того настоящего бога, который есть, и попросить его о помощи. Брахавы от слаха.